здрасте дорогие друзья вот приехали мы наш объект который как говорят плохо сделано гидроизоляция пирог сейчас вам покажу дом издалека вот этот домик лестницы там установлены клиент говорит что вытяжку делают планируемых санузлов так посмотрим металлочерепица кстати ничего не могу сказать уложено правильно саморезов не вижу они значит под волной если их незаметно значит в принципе уложено правильно вот на первый взгляд продыха крыши нет 5 сантиметрового зазора не вижу водосточки конечно нет и подбито виниловой вагонкой не софитами а виниловой клиент говорит что дом он купил был на продажу и построивали его давненько в двухтысяч на восьмом году что ли здесь из бруса и 150 на 150 и обложен кирпичом облицо металлочерепица смотрите нашел кусочек такую не производит сейчас это пластизол пластизол почему отказались от его производства здесь раньше широко рекламировалась пластиковое напыление но у нее есть минус она выгорает на солнце через лет десять она теряет цвет белее вот и прям пластами пластами отлетает до краска пластами слезает так что подобрать такую черепицу сейчас будет сложно практически невозможная где-то даже года два назад пытался у меня был объект и я так и не нашел честно говоря от пластизола отказались сейчас и правильно сделали так ну что пойдем во внутрь пойдем наверх так ну это перекрытие из-за спанчик сейчас нас пока не интересует так вот потеки конденсата так 15 сантиметров утеплено так и давай посмотрим это использовали что за гидроизоляция кто-то из-за век ают это не это век это век использован а почему обвернули утеплитель она не к месту а почему гидроизоляция такая вернута странно и тут я чувствую сплошную обрешетку что-то сплошной настил какой-то интересно интересно вот так утеплять ребят никогда нельзя это мостик холода оборачивать стропильные балки ни в коем случае так нельзя гидроизоляция должна проходить под обрешетке под контр обрешетке так пойдем я хочу да посмотрю так это вот он использовал в качестве гидроизоляции бьют а это век вот такая мем мембранного типа да это век кстати неплохая тоже около 5000 рулончик стоит работает можно рассматривать но она как бы не спасла не спасла ситуацию ну ладно пошли наверх там видно смотрите сделано от пароизоляция вот он мостик холода обязательно значит не следует вся мокрый потек это век весь потеках не не следовало было так оборачивать стропила так сплошная решетка а вот еще если прикинь там сверху еще пленка вообще тут гидроизоляционная это что думаешь здесь ну это может быть и за век что-нибудь для холодных крови мы покопались нашли рулон по признакам это тот который верхний дам ему показывать вот видите ребят хороший материал да хороший материал всегда производитель оставляет свою маркировку мы можем изучить и определить для данного конкретного случая правильно использовался этот материал или нет а те что гидроизоляционная пароизоляционные пленки вообще без названия без модификации это сложно сделать она вообще здесь по получается кровли не дышит сплошной на стил еще сверху там закатан сейчас проверим не слушай брусок контрабрешетка есть пробит пробить для продыха и брусок на черепица на брусок контрабрешетка есть да вот лишь за счет из-за зазора ну что я хочу сказать опять кровли не дышит появляется конденсат вот этот сплошной настил надо убирать гидроизоляцию вот хорошую мембрану ее бы вместо вот это удалить лишний слой гидроизоляции обрешетку сплошную удалить сплошную настил вот ее бы сделать вместо этой и 200 утеплить и сделать на карнизах продыхе крыша бы работала опять без полной переборки не обойтись к сожалению так фронтоны наверно вот эти тоже придется разбирать потому что пленка идет туда прошу стыки не получится сделать монета надо идет смотри доходит разбирать разбирать что-то накручено кучу всего так итак пароизоляция в принципе в норме гидроизоляция в принципе ход мыслей правильных мне клиент говорил что ему уже кто-то советовал здесь он по указке какого-то человека дел но опять же на мембрана ютовик здесь сделал но она сделали неправильно оборачивала стропил это нельзя было делать здесь все равно пришлось при службы гидроизоляцию нужно было вскрывать крышу все равно и стелить но наш клиент захотел так сказать своими силами попробовать как ему посоветовали спасти ситуацию но как ключевым тепло не вышло текло включил тепло конденсат проявился и он понял что это все бесполезно и обратился к нам ну значит мое резюме сверху разбираем металлочерепицу удаляем сплошную обрешетку выгребаем утеплитель и меняем пароизоляцию и в обратном порядке уже уже будет утепление 15 а 200 и значит сделаем другую мембрану и дадим конечно на это гарантию вот такие вот такая ситуация так вас еще еще дополнить хочешь да нет но уже более чем сказано полный разбор неправильно хотя местами материал нормальный утеплитель хороший выбран и хорошие пленки но но так ладненько вот такие дела ребята тоже человек вот купил дом на продажу аккуратно при выборе допустим если вы покупаете дом на продажу если он даже с виду красиво сделано кладка там крыши обращайте внимание на скрытой работы в частности от качеством исполнения мансардной кровли вот в скрытых работах вся соль поймать обычно строители и экономит на этом вот дорогие друзья закончили на диагностику вот там она смотри просевшие здесь и вот здесь и яма просевшие и смотри вот металлочерепица ряд идет ровно потом видишь скачок на 5 сантиметров значит там что-то она как-то не попала в стык или не попала могли дальше продолжать для нее я не знаю вот если губ прошка увеличит прям видно гидрозолиция металлочерепица ушла в сторону она должны четко диагональные линии идти ровно значит что то не так и там вижу